Ребятушки, всем привет! С вами Мухинсон77. Сегодня мы разберем с вами такого игрока, как Серега Никифоров под названием Кефир. Все, наверное, его знаете. Так что посмотрим, как он играет в оборонке и любимые его фишечки. Сразу вам скажу, тот, кто не знает, как пользоваться прессингом вторым игроком, это для вас видео будет очень полезно. Так что наливаем чаеху, кофееху, кто что покрепче и вперед к просмотру ролика. Ну, в этом моменте уже будет проглядываться как раз вот именно прессинг вторым игроком и интересные фишки, как он его использует. Я думаю, многие бы наделали в этом моменте очень много ошибок. Сейчас мы с вами как раз это все и разберем. Значит, соперник начинает от ворот и идет в атаку. Серенький, как обычно, пытается прессинговать, значит, игроками. Ну, как мы до этого уже с вами разбирали. Смотрите, что получается. Он прессингует. При этом заметили, да, что он атаковал вот этим игроком. У него иконочка была. Сейчас я вам покажу. У него изначально тут как бы игроком этим он атаковал. Но вот она. Он его бросает, переключается, но при этом не выключает прессинг. То есть, он этого игрока к нему подогнал, переключается и дальше уже все делает за него. Вот именно этот игрок в процессе компьютер, который прессингует. Смотрите, что идет дальше. Дальше еще интереснее. Он переключается, понимает, что вот здесь он пролетает. Что вот этот игрок сейчас получает мяч. При этом вот этот убегает. Вероятность того, что сейчас будет контратака, либо пас в разрез. И мы приехали за уши, да, как это обычно у нас тут бывает. Но смотрите, что делает Сергей. Он резко переключается вот на этого игрока. Оттягивает его назад. При этом он понимает, что он не успевает развернуться и закрыть. Он будет сейчас ловить вот этот пас. То есть, перекрывать вот здесь. Вот сейчас я вам в дальнейшем покажу вот эту траекторию паса. Куда даст он мяч. Но при этом, при всем не забываем. Он включает вот этого игрока прессинг, чтобы он шел его прессинговать. И смотрите, что получается. Вот он момент. Получается, что он вот этим игроком перекрывает линию возможного паса. А вот этого игрока он не выключает. Он его напрягает для того, чтобы соперник не расслабился. Понимаете? Потому чтобы он чувствовал, что у него не было возможности думать и отдать передачу. Допустим, мы вот сейчас с вами сидим и увидим. Он может сюда передачу отдать. Может сюда передачу отдать. У него вагон передач. Но он решает обострить. И обострить как? Мало того, что еще можно было попробовать туда закидуху дать. Но он дает именно пас низом. Почему? Потому что не хватило у него времени подумать за счет вот этого игрока, который его напрягает. Если бы он не включил прессинг вторым игроком, они бы здесь уже бы совсем все по-другому. Атака бы начала. Начиналась бы. Но она закончилась так, как за счет прессинга у игрока. Пожалуйста. Идет перехват и мы приехали. Ну а теперь смотрите, более показательный момент, как он использует прессинг вторым игроком. Значит, соответственно, соперник атакует. Серенький защищается. Смотрим. Он включает прессинг, но при этом как бы контролирует возможный пас. Да? То есть соперник может сюда передачу отдать. Вот он сразу контролит этого игрока для того, чтобы не пришла передача. Но при этом пытается прессинговать вот этим парнем. Причем самое интересное, что он его не зажимает, как обычно люди делают. И он побежал как дурачок там вот до этого, допустим. Я говорю, если бы у него был бы шарик, он бы побежал вот с другого края. Нет, смотрите, как он интересно использует этот прессинг. Он также не зажимает до конца, чтобы тот бежал дурниный. Что делает Серый? Смотрите, он помимо того, что он пытается подпрессинговать вторым игроком, при этом перекрывает возможную передачу. Но еще при всем при этом он сейчас довольно интересный фокус провернет. Смотрим. Он переключается обратно. Почувствовал, что соперник, находясь вот здесь, в этой точке, не отдал сюда передачу. Сместился чуть-чуть сюда. Теперь он находится здесь. Угрозы воротам большой нету. То есть сюда передача не перейдет. А сюда она более как-то во фланг идет. Ничего страшного. Он переключается обратно на этого парня и начинает им сейчас давить. А дальше вы самое интересное увидите. Он начинает им давить. Смотрите. При этом чуть-чуть подыгрывает себе. То есть опять, да, заметили, что он не давит его постоянно. Он чуть-чуть нажимает на кнопку. Поднажал, отпустил. Поднажал, отпустил. И потом в один прекрасный момент, когда он уже доводит вот этого игрока чуть ближе до игрока соперника. Он делает финт ушами. Смотрите, что он делает. Он резко переключается вот на этого игрока. А вот этот игрок за счет того, что им управляет бот, и он очень жестко отбирает в прессинге, он сейчас его будет просто съедать. То есть он подогнал туда четко игрока и после этого резко переключился, чтобы бот сделал за него все дела. Так оно и вышло. Ребятулечки, сейчас очередной момент. Соперник выходит, значит, в атаку. Что же делает Кефир? Как он защищается с помощью также прессинга вторым игроком? Он, значит, соответственно, как и многие, переключается вот на этого парня и контролит вот этого, чтобы не прошла передача. Но при этом, при всем, он заметили, да? Он не забывает чуть-чуть прожимать прессинг вот этим игроком. Он только-только-только прям что моргнул. Сейчас он опять моргнет. Видите, он постоянно использует прессинг. Смотрите. Уже вроде бы расстояние у этого игрока было вагон, место, да? Как бы вам... Сейчас я вам покажу. Смотрите, пространство какое. Вот он отыгрывается. Смотрите, сколько пространства. Можно отдать сюда, сюда. Можно просто придержать. У тебя еще время есть, так как все игроки его находятся очень далеко вот от основного игрока. Что же делает он? Он отыгрывается, но в то время, пока он отыгрывается, расстояние уже сузилось. Он подогнал двумя игрочками. При этом он прессингует вот этим игроком и еще прессингует вот этим игроком. Понимает, что сейчас может пройти вот эта передача. Он начинает контролить вот этим игроком вот эту зону, чтобы где можно как перейти передача. Но при этом, при всем вот этим парнем он прессингует вот этого, чтобы он уже не думал, что ему делать, потому что у него уже расстояние осталось тут очень мало. Понимаете? Он съел его пространство очень быстро, это доли секунды. Едем дальше. Он тут, за счет этого он не вышел в атаку через фланг, то есть он ему обрезал выход и сказал до свидания, курите бамбуча. Он чуть-чуть покрутился, развел и дает передачу. Вроде бы, да, все хорошо, великолепно. Он через стеночку отыгрывается сюда. Ну, смотрите, финт ушами от кефира. Он переключается на контроль вот этим игроком для того, чтобы закрыть вот эту зону. Либо врыв сюда, либо врыв сюда. Он контролит вот этим игроком. А что же дальше? А дальше он включает прессинг вот этого парня, потому что, как вы можете наблюдать, вот здесь вот горит иконочка. Это означает, что если он нажмет кнопку прессинга, он будет его просто разъедать. Смотрите, что же идет дальше у нас. Опа-на! И вот он отбор. Ничего сверхъестественного. Очередной разбор момента, где он подводит игрока и после этого бот на прессинге просто съедает игрока. Смотрим. Все легко и просто. Пользуйтесь, эти фишки прям топовые. Смотрите, вроде бы, да, все он контролит, игрок разводит. Вы также, кстати, можете контролить это, как против вас будут играть. Он резко переключается. Вроде бы он долю секунды. Здесь вот, вот здесь еще на этой картиночке он контролит вот этим игроком под управлением вот этого игрока. Вроде бы прессингует, сейчас будет. Многие бы, сто процентов даю, вот именно этим игроком, именно вот этим игроком побежали бы сюда до конца. И, возможно, вас там либо убрали, либо вы пролетели. Особенно для тех, у кого очень хреновый коннект. В хреновом коннекте как раз боты сыграют лучше всего. И смотрите, какой он финт ушами делает. Вы уже видели. Он резко берет и переключается вот на этого парня, чтобы контролить вот сюда передачу. А вот этот пацан уже под управлением бота сейчас будет съедать живого человека. И добро пожаловать, так сказать, в мастерскую опона и съел. А многие пошли бы из нас чистый отбор и, скорее всего, прилетели, если был бы хреновый идти к коннекте. Разбираем очередной момент. Вроде бы серый все контролирует. Да, сейчас идет, захочет сделать перекатик в левую сторону, но у него не получится. Он потеряет мать. Смотрите, мяч в центре поля, вы понимаете, что, да, потеря мяча в центре поля это опасненько. И как он ее исправляет? Смотрим. Потерял мяч. Пошел вот этим игроком под своим управлением давить сюда. Ну, скорее всего, не лучший коннект, поэтому, естественно, приехали. Видим, да. Попытался отобрать за счет самого себя и пролетел до Свидуля. Но при этом зажимает помощь старым игрокам, которые к нему сюда подтягиваются. Смотрите, что идет дальше. Он резко переключается вот на этого игрока. Уже встречает вот этого игрока. Но при этом, при всем, опять же, мы говорим, что у парня, который атакует его соперника, у него нету просто, ну, времени подумать. Потому что его уже вот здесь вот пятки ему грызет другой игрок, которым он пролетел вроде бы, но он его сразу же за счет прессинга загнул. И смотрите, что идет дальше. Он не знает, что ему думать. Резко меняет, соответственно, переключается, потому что появился вот уже опасный момент. Вот она, прямая передача. Сюда-то он навряд ли отдаст, потому что вот это все перекрывается. А вот здесь вот уже поле довольно такое интересное, куда можно отдать передачку. Значит, и он резко переключается на этого игрока, чтобы контролить вот этого игрока. Но соперник ошибается. Почему ошибается? Опять же, потому что у него не было времени подумать. Да? У него вот открытый игрок, на который, скорее всего, пройдет передача, чем вот сюда, между двух вот этих защитников. Опять же, за счет прессинга вторым игроком он съел время у человека, у соперника, который не смог просто подумать. Очередной момент, значит, у егошных ворот. И сейчас, как он использует, опять же, прессинг вторым игроком. Смотрим. Здесь вроде бы все. Опять он резко переключается, мы видим, да? Давит вот этим игроком. Опять же, съедает время на раздумья игрока соперника. Соперник в шоке, не знает, что делать, куда ему отдать передачу. Пытается, как бы, дать сюда. Возможно, я даже не уточняю. Возможно, он думал, может, сюда куда-нибудь отдать, либо еще куда-нибудь. Ну, то есть, он не успел, у него не хватало времени, потому что вот эти два игрока уже его съедали. Уже готовы были его съесть. В итоге, времени мало, он уже не знает, что делать. Тем самым, Серенький переключается вот на этого игрочка. И пытается, как бы, перехватить, ну, соответственно, вот эту передачу, которая сюда идет. И смотрите, что получается. Он пролетает. Пролетает, не знаю почему. Потому что не успевал. Потому что все, что угодно. Но при этом, при всем, он резко переключается вот на этого игрока, потому что вот она, опасность удара. Он пытается его тут заблочить. Но не выключает вот этого парня. Зажимает кнопку прессинга. И этот пацан, соответственно, давит его, чтобы у Сопа не было времени на все это подумать. Смотрите, что происходит дальше. Он встречает также этого парня потихонечку. Идет на него в отбор. Но при этом и второй защитник подключается, которого он не выключил. И вдвоем его начинают грызть. И идет потеря мяча. Ребятулечки, а сейчас я вам расскажу, как можно контрить угловые, которые разыгрываются. Вот он прям пример вам показывает. Смотрите. Что мы делаем? Игрок, значит, разводит мячик. Он, соответственно, включается вот на этого парня и начинает давить. Опять же, по его фишечке чуть-чуть доводит его вот до суда. И включает прессинг компьютера. Смотрите. А сам в это время переключается на других игроков. Смотрите. То есть, да? Видите? Он контролит вот эту передачу вот сюда. Как раз вот он, игрок здесь стоит. Он контролит эту передачу за счет вот этого игрока. Вот он ее пытается здесь перекрыть. Но при этом, при всем, еще напрягает вот этого парня за счет компьютера. Понимаете, да? Компьютер это компьютер. Отбор. Помощь в отборе очень жесткая вторым игроком. Особенно, если он находится рядышком, рядом с вами. И смотрите, что происходит дальше. Соответственно, времени подумать у Сопа нет. Он отдает передачу хоть куда-нибудь, лишь бы мяч не потерять. Но при этом, при всем, он контролит, быстренько читает игру и уходит в контратаку. Следующий, значит, ребятки, моментик. Я думаю, многие бы здесь ошиблись. Но он сыграл довольно-таки красиво. Значит, его оппонент начинает атаку и наступает на его ворота. Он, ну, видите, фирчка обороняется. Смотрим, что идет здесь. Вот здесь вот. Пожалуйста. Многие из нас бы в этом моменте, что бы сделали, когда пошла вот эта передача. Мы бы вот этим игроком пошли бы вот на этого игрока. И начали пытаться его сгрызть. Правильно? Но при всем при этом, вот этот парень, он уже как бы отдает пас и, скорее всего, побежит. Это, скорее всего, что и делается. Он, у него поднимается рука. Это, соответственно, означает, что он его заслал. Но, тем не менее, что делает кефир? Кефир не бежит вот этим игроком до конца. Он переключается вот на этого игрока для того, чтобы контролить вот этого игрока, который сюда бежит. Он будет контролить вот эту зону. Будет его опускать сюда для того, чтобы контролить, хоть как-то помешать сопернику. Но при всем при этом, также использует прессинг вот этим игроком для того, чтобы у него, опять же, осталось меньше времени на раздумья. Чтобы он не сделал правильно и красиво, потому что, чем больше времени, он может додуматься убрать под себя, допустим, и дать вот на забегание вот этого игрока. У него столько времени нету. Он, потому что в своей голове уже выстроил, что забегает вот этот игрок. И, скорее всего, на него пойдет передача силенький, которую будет контролить. Смотрим, что получилось. Видите, да? Он даже за счет вброса у него ничего, даже заброса не получилось. Все за счет чего? За счет того, что он напряг вот здесь и вот этим игроком, напряг его, чтобы у него мысли не было. А вот этим он законтролил как раз этот самый заброс. И мы видим результат. Он перехватывает и отдает спокойненько назад. Так что учитесь быстро думать в этой игре. Очередной, значит, моментик игры в защите и прессинг вторым игроком. Смотрим, значит, сюда идет атака. Вроде бы, да, все понятно. Либо пас сюда сейчас пойдет, либо пойдет сюда. Скорее всего, потому что все любят пихать вперед. Вот. Смотрим, что же, как это контрит дядя Сережа. Он закрывает вот этого игрока. Правильно? Он переключается. И закрывает вот этого игрока, не давая ему развернуться, либо убежать, либо еще что-то. Значит, у него остается одно решение. Либо отыграть сюда, либо просто держать мяч. Но при этом, при всем, как мы видим, на экранчике вот этот парень уже включен в отбор. Он уже идет прессинговать. Он сам контролит вот этим игроком, но при этом просит помощи вот у этого игрока. Смотрим, что идет дальше. Контролит вот эти зоны. Контролит вот это забегание. Вот эту зону. Вот эту зону. Но при этом, при всем, опять же, чувак сидит, очень долго думает. Места у него уже не осталось. Его съедает вот этот игрок. Вот этот игрок, который контролит вот эту зону и вот эту зону. Ему тут ничего абсолютно не светит. Залетает и просто выносит этот мячик. Ребятушки, я надеюсь, вам понравился видосик. Так что не забываем ставить лайкосики, писать в комментариях, что да как. В общем, давайте 40 лайкосов и следующая часть разберу вам еще кого-нибудь. Если вам кто-то интересен, пишите в комментариях, кого именно разобрать. Будем стараться разбирать. Всем спасибо. Всем пока. Удачи на стриме. Либо в следующем видео. Ссылочка на стрим внизу в описании ролика.